Сегодня, ребята, мы расскажем вам старинную сказку. А вы сидите смирно и слушайте. Хорошо, ладно. Давно, сто лет назад, в городе Петербурге жил один человек. По имени Владимир, по батюшке Фёдорович, а по фамилии Адоевской. И был этот человек, ребята, как все про него говорили, ужасный чудак. Чудаком его считали за то, что он носил остроконечный колпак в полметра вышиной и чёрный шёлковый сюртук до пят. Чудаком его считали и за то, что большую часть времени он проводил за книгами и вдобавок сам был сочинителем, так тогда называли писатели. В своём странном костюме Адоевской, пожалуй, правда, смахивал на сказочного чародея. Но кроме одежды, ребята, ничего в нём странного не было. Наоборот, был он очень умный, образованный и необыкновенно добрый человек. Он всегда обо всех заботился и всегда о ком-нибудь хлопотал. Но больше всего Адоевская заботился о детях и об их воспитании. Благодаря его хлоптам и трудам было основано в Петербурге несколько детских приютов для беспризорных детей и сирот. Бесплатная детская больница. В детях он видел будущее и очень их любил. Ну, а ребята любили его ещё больше, потому что никто, кроме него, не умел так просто и интересно объяснять, от чего идёт дождь или чем движется паровоз, или почему зимой холодно, а летом тепло. Ишь, как он! Или рассказать интересную, только что придуманную сказку. А когда он записал несколько таких сказок, то получилась небольшая книжечка. Сказки и рассказы для детей дедушки Иринея. Это была первая русская книжка для детей. Вот одну из этих сказок, ребята, вы сейчас и услышите. Называется она «Городок в табакерке». А что это такое «табакерки»? Табакеркины раньше назывались «коробочки», в которых носили нюхательный табак. Разные бывали табакерки. И просто деревянные, и серебряные, и даже золотые, украшенные драгоценными камнями. Но такой интересной табакерки, как у Мишиного папеньки, наверное, ни у кого не было. Вот поставил папенька на стол свою табакерку и позвал Мишу. Миша был послушный мальчик, он тотчас же оставил все свои игрушки и подошел к папеньке. Да уж и было на что посмотреть. Какая прекрасная табакерка! Пестренькая! Из черепахи. А что на крышке-то? Ворота, башеньки, домик другой, третий, четвертый. И счесть нельзя. И все мало-мало меньше. И все золотые. Деревья также золотые. А листочки на них серебряные. Тронул папенька какую-то пружинку и что же? Вдруг, невидимо, где заиграла музыка, а из-за деревьев солнышко выходит, крадется тихонько по небу, а небо и городок все светлее и светлее становится, окошки горят ярким огнем и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, все ниже да ниже оно и, наконец, за пригорком совсем скрылось. И городок потемнел, только ненадолго. Вот затеплилась... Звездочка! И другая! Вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев. И в городе опять стало светло, окошки засеребрились и от башенок потянулись синеватые лучики. Папенька! 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 А что это за городок? Что это за городок? А это городок Динь-Динь. Папенька! Папенька, а нельзя ли мне войти в этот городок? Как бы мне хотелось. Да, право, это мудрено, мой дружок. Ведь этот городок тебе не по росту. Ничего, папенька, я такой маленький. Ну, только пустите меня туда. Мне бы так хотелось узнать, что там делается. Да, право, мой друг, там и без тебя тесно. А кто же там живет? Кто там живет? Да. А там живут колокольчики. Ну-ка, дай-ка я открою крышечку. О, видишь теперь? Вот тут и колокольчики, и молоточки, и валик, и колеса. А зачем эти колокольчики? Зачем молоточки? Зачем валик с крючочками? А я тебе не скажу, Миша. Ты вот посмотри сам попристальней, да подумай. А вот отгадаешь. Да, только вот этой пружинки не трогай, иначе все поломается. Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел, сидел над ней, смотрел, смотрел, думал, думал, отчего это звенит колокольчик? А между тем музыка все играет, да играет. Вот все тише, да тише она, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Когда ты в сказке будешь и станешь с ноготок, войди, и ты полюбишь наш пестрый городок. Вот Миша смотрит, внизу табакерки отворяются дверцы, и за дверцы выбегает мальчик с золотой головкой, в стальной юбочке и манит к себе Мишу. Побежал Миша к дверце и очень удивился. Дверцы пришлись ему точь в точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, Миша прежде всего обратился к мальчику в стальной юбочке. Позвольте узнать, с кем имею честь говорить. Когда ты в сказке будешь и станешь с ноготок, войди, и ты полюбишь наш пестрый городок. Ну, позвольте узнать, с кем имею честь говорить. Пока завод не кончен, поем мы и не спим. Я мальчик-колокольчик из города Динь-Динь. Я мальчик-колокольчик из города Динь-Динь. Ах, вы, мальчик-колокольчик из города Динь-Динь. Динь-Динь-Динь-Динь-Динь. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, поэтому решили просить вас сделать честь к нам пожаловать. Динь-Динь-Динь. Я очень благодарен вам за ваше приглашение. Но позвольте узнать, мальчик-колокольчик, почему вы после каждого слова прибавляете Динь-Динь-Динь. Динь-Динь-Динь. Да. Динь-Динь. Это уж у нас поговорка такая. Динь-Динь-Динь. Вокруг сады густые повисли над водой деревья золотые с серебряной листвой. Пока завод не кончен, поем и не спим. Я мальчик-колокольчик из города Динь-Динь. Я мальчик-колокольчик из города Динь-Динь. Когда же ночь приходит со звездами в горсти, там сны шарные бродят и месяц не блестит. Пока завод не кончен, поем и не спим. Я мальчик-колокольчик из города Динь-Динь. Я мальчик-колокольчик из города Динь-Динь. Вот перед ними еще дверцы. Они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица? Что за городок? Мостовая вымощена перламутром. Небо пестренькое, черепаховое. По небу ходит золотое солнышко. Поманить его оно с неба сойдет, вокруг руки обойдет и опять подымется. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками. А под каждой крышей сидит мальчик-колокольчик с золотой головкой в серебряной юбочке и много их много и все мало-мало-меньше. Мальчик-колокольчик, скажите, пожалуйста, а почему колокольчики не одинакие? Динь-Динь-Динь-Динь. Если бы все они были одинакие, то извинели бы все в один голос. Динь-Динь-Динь. Один как другой, один как другой. А ты слышишь, какие мы песни выводим? Это оттого, что кто из нас побольше, у того и голос потолще. Смотрите, смотрите, сколько колокольчиков! И все сюда бегут! Динь-Динь-Динь! Ой, как весело! Вы живете, мальчик-колокольчик, и у вас целый день музыка. Динь-Динь-Динь. Вот уж нашел. У нас веселье. Нет, Миша, плохое нам житье. О, поверишь ли, хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко, и золотые деревья. Но мы бедные, Динь-Динь, мы насмотрелись на них вдоволь, и все это нам очень надоело. Из городка мы ни шагу. А ты можешь вообразить, каково просидеть целый день в табакерке, даже в табакерке с музыкой. Динь-Динь. Динь-Динь. Да, да, это вы и правду говорите. Динь-Динь. Это и со мной случается. Вот когда после учения примешься за игрушки, то как все весело, хорошо, а вот в праздники целый день играешь, играешь, и за одну игрушку примешься, и за другую, и все тебе не мило. Вот я раньше не понимал, почему это. А теперь я понимаю. Динь-Динь-Динь. Да, сверх того, у нас есть другая беда. У нас есть дядьки. Какие дядьки? Дядьки-молоточки. Уж такие злые, уж такие злые. То и дело, что ходят по городу, да нас постукивают, которые побольше, тем еще реже тук-тук бывает. А уж маленьким, маленьким куда больно достается. Динь-Динь-Динь. Смотрите, вон идут какие-то люди на тоненьких ножках. Уж не дядьки ли это молоточки? Динь-Динь, они-они, динь-Динь, куда бы мне спряталась? Динь-Динь, прячься за меня, а я послушаю, что они поют. Слушай, если хочешь, только не мешать, нужно молоточек выше поднимать, выше поднимать. А зачем молоточки вместе молоточки бьют, жалобную песню пальчики поют. Тех, кто песню кончить, нужно не жалеть. Каждый колокольчик должен надзвенеть. Каждый колокольчик должен надзвенеть. дядьки молоточки, а позвольте вас спросить, зачем вы без всякой жалости колотите бедных мальчиков колокольчиков? А затем что? Там в большой палате найд зиратель злой, он лежит в халате Ночи, день, день, сколь. Вертится не знаем И цепляет нас. Мы лишь исполняем Злой его приказ. Мальчиков прикажет Бить, пойдем стучать. А не то накажет. Просим не мешать. Просим не мешать. Ушли. Просим не мешать. Просим не мешать. Не бойся, мальчик-колокольчик. Не бойся. Скажи, а что у вас за надзиратель? Динь-динь-динь. Это Вал. Предобрый человек. Мы на него не можем пожаловаться. Динь-динь-динь. Ну вот что, мальчик-колокольчик. Веди меня к надзирателю. Динь-динь-динь. Идем. Динь-динь-динь. Пришел Миша к надзирателю. Смотрит Миша. А надзирателю в самом деле лежит на диване, в халате и сбоку-набок переваливается. Сбоку-набок переваливается. А по халату у него шпилечки, крючочки, видимо-невидимо. Как только попадется ему молоточек, он его крючочком сперва зацепит, а потом отпустит. А молоточек-то и стукнет по колокольчику. Только Миша к нему подошел, надзиратель как закричит. Кто входит тут, кто бродит там, кто входит в мой покой? Кто здесь моим мешает сна, смущает мой покой? Это я, Миша. А что тебе надобно, Миша? Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков. Они все такие умные, такие добрые, такие музыканты. А по вашему приказанию, дядьки-молоточки их беспрестанно постукивают. Ну, а мне какое дело? Не я здесь набольший. Ну, пусть себе дядьки стукают. Мне-то что за дело? Я надзиратель добрый. Я на диване все лежу, и сплю я день и ночь. И ни за кем я не гляжу, ступай скорее, прой. Он вертится, цепляя нас, следит за всем кругом. И, выполняя тот приказ мой, малоточком бьем, малоточком бьем. И каждый должен, Влад, звенеть, будить ночную силу. И песенка должна лететь над городом Динь-Динь. 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 Пойдём дальше правду искать. Идём! Динь-динь-динь! Скажи, кто у вас тут наблюжий? Динь-динь-динь! Царевна Пружинка! Динь-динь! Царевна Пружинка! Динь-динь-динь! Идём к царевне Пружинке! Ой, динь-динь, я боюсь! Боишься? Динь-динь-динь! Эх ты! Ну, я один пойду! Прощай! Пошёл Миша дальше И вдруг остановился Смотрит Миша Золотой шатёр С жемчужной бахромой А под шатром лежит царевна Пружинка И поёт Дома нарисованы сверху Но песенка снизу поёт Я музыка всей табакерки Движение и сердце её Стальная и сжатая тесно Дави от прозрачного дня Лечу я и мне неизвестно Когда же разбудят меня Но если ко мне прикоснуться Лишь раз с осторожным перстом То музыка сможет проснуться Чтоб лица на певе простом Поёт царевна Пружинка И как змейка то свернётся То развернётся То свернётся То развернётся И беспрестанно Надзирателя Под бок Толкает Толкает Миша очень этому удивился Сударыня Царевна Зачем вы надзирателя Под бок толкаете Зинь-зинь-зинь Глупый ты мальчик Глупый ты мальчик Неразумный ты мальчик На всё смотришь Ничего не видишь Кабы я валик не толкала Валик бы не вертелся А кабы валик не вертелся То он за молоточки Не зацеплялся А кабы за молоточки Не зацеплялся Молоточки бы не стучали А кабы молоточки Не стучали Колокольчики Бы не звенели А кабы колокольчики Не звенели И музыки Бы не было Но если ко мне Прикоснуться Лишь раз Осторожный Имперскоп То Музыка Сможет Проснуться Чтоб Литься На певе Простой Захотелось Миша узнать А правду ли Говорит Царевна Пружинка Наклонился Миша И прижал Её Пальчиком В одно мгновение Пружинка С силой Развелась Валик Быстро Завертелся Молоточки Часто Застучали Колокольчики Заиграли Дребедень Захстан 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 И вдруг Пружинка Лопнула Все умолкло Валик остановился Молоточки попадали Колокольчики Свернулись на сторону Солнышко Повисло И домики Изломались Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинки Испугался и проснулся А где мальчики-колокольчики? Какие мальчики-колокольчики? Где дядьки-молоточки? Да что ты, какие дядьки? Где дядя толстый вал, где царевна-пружинка, папенька? Да какая царевна-пружинка? Тебе это всё приснилось, Мишенька? Постойте, так это был сон Ну, конечно, сон Тебя тут музыка-то убаюкала, ты порядочно вздремнул Но расскажи нам, по крайней мере, что же тебе во сне-то приснилось? Да видите ли, папенька, мне всё хотелось узнать, от чего музыка в табакерке играет Вот я и принялся в неё прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется, почему движется Думал-думал и стал уже разбираться Как и вдруг смотрю, дверцы в табакерке растворились Чтоб в мозге, как пружина, спинитовую сталь Кружили, попробую спираль Есть сервисы, и барик возьмётся танцевать И барик без жалости толкать Под колокольчик звонкой, под молоточком пел И только на пехе воззвенел И ты тогда услышишь, как музыка поёт Но тише и кончился завод Но тише и кончился завод Субтитры создавал DimaTorzok